Добрейшего времени суток на связи Antiquar. Добро пожаловать в Disciples 2, где мы продолжаем проходить оригинальные кампании. В настоящее время проходим кампанию легионов проклятых из цикла темное пророчество. Представляю вашему вниманию третью часть прохождения вроде как четвертой миссии из этой кампании, если я ничего не путаю, которая называется тьма и свет. У меня сформировался план действий, что я хочу сейчас попробовать сделать. Я хочу попробовать захватить один город, одну столицу человеческую, столицу империи людей, потом поискать столицу гномов, мне кажется, что она должна быть где-то здесь, и после этого спокойно дочистить карту и уже занять те города, которые нам нужно захватить по заданию на эту миссию. У нас пока из трех городов есть только один, Сулония. Ну, в общем, не будем откладывать дело в долгий ящик. Прежде всего, давайте вспомним о том, что у нас в башне магии, расположенной неподалеку, есть интересные и вкусные заклинания. У нас есть деньги на представителей местного преступного синдиката, которые готовы по цене помочь нам умыкнуть те или иные чары. Ну, и для нас сейчас просто супер важно умыкнуть вот это заклинание благословения. Вот оно, да? Почему это супер важно? Ну, думается, все здесь очевидно. У нас есть инкуб, которая способна окаменить стража города, и, соответственно, нам нужно делать так, чтобы она по нему не промахивалась. Да, у нее точно 66, прибавляем сюда 33, и, в общем, вроде как все должно быть хорошо. Мы должны быть в шоколаде по этой части. Ну, и плюс нужно, конечно, брони ей дать сейчас, чтобы она просто банально не отъехала. Для того, чтобы дать брони, берем нашего дьявола, берем вот такой посох и кастуем двадцатку брони сверху. Так, там становится тридцатка. У инкуба еще можно десятку привесить заклинанием. У нас есть свиток. Будет сорок. Достаточно ли это для того, чтобы выжить? Есть у нас и бутылочка еще одна, но она одна на пятнашку. Или дать бутылку? Нет, давайте мы, наверное, свиток потратим. Бутылка пока пусть лежит. То есть нам и нужно выжить-то один ход, да? Вот. Но получится или нет? Поглядим. Так, хотя... Ну, подождите, а это у нас... Ну, это и есть святая броня, видимо. Да, мы накастовали. Свиток силы. Это мне не особенно нужно. Скорость, свиток ледяного щита. Вот это вот, да. Вот это нужно. То есть накидываем еще брони. И теперь нам нужно еще благословение. Вот она. Колтануть. Чтобы не мазать, в принципе. По нашим оппонентам. Теперь смотрим на нашего инкуба. Ну, точность, конечно, не стала. 99 процентов. Ну, в общем, она 87. С этим можно работать. Есть ли у нас лечилочки? Кстати говоря, есть. Нужно их поставить. Вот эту штуку, что ли, поставить? Ну, давайте, наверное, так. Поехали. Посмотрим, как что сложится. Сложится ли вообще в этом смысле? Не, не складывается, кстати говоря. И не хватает. А сколько не хватает? Непонятно. В общем, надо сделать все то же самое. Плюс бутылку. Правильно. И после этого мы уже должны развалить, я думаю, эту столицу. Да, какой же крутой паренек. Надо вот только было записаться, когда мы провели спецоперацию по похищению заклинания. Ну, хорошая мысль. Она зачастую запаздывает. Сейчас будут вешать нас тут как не в себя. Или не будут? Или это тот самый успешный представитель преступного синдиката, который... Да, который не может промахнуться. Это вам не какой-нибудь Акела, да? Который периодически мажет. Нет, здесь все серьезно. Давайте сохраняться. В общем, нам надо выжать-то один ход. Вот. Казалось бы, что может быть проще и приятней. Но оказывается, не все так просто. Вот эти штуковины ставим. Слушайте, так мы еще можем же точность, да, там поднять вот такой штукой. И еще колдануть все, что нужно колдануть. И дьяволом пару штуковин, да, реализовать, которые мы и делали. Это сколько там должно получаться? 55 брони. Вот этого, по идее, уже должно хватать. Маны много потратим. Ну, ничего страшного. Оно того стоит. Во-первых, мы можем от города получить какую-то интересную такую штукенцию. Давайте мы поглядим. Да, 55 брони. И вот теперь-то 99 точности. Теперь-то серьезно. То есть нам надо выжить первый ход. Все. И потом промазать на точности 99. Как вам план? Мне кажется, огонь. Представляете, на точности 99 эта барышня умудрится промазать. Хотя мне сказали, что это мужик. Ты что, какая барышня? Мне что-то представляет, что это тетка какая-то. Отлично, выживаем. Пусть не очень хорошо и уверенно, но живем. Ну, и тут сейчас вот этих вот мужичков. Победим. Так. Надо, знаете, что сделать? Надо бы, наверное, подстраховаться. На случай, если инкуб все-таки решит, замазать или не надо. Ну, соточку здоровья вкачать. Ну, 99 точность. Ну, не должно же быть промахов, правильно? Ну, вот мы и проверим. Правильно или неправильно. Ну, и с ядом 57, конечно, забирать столицу. Как вы понимаете, это очень приятно. Это прям кайф. Такой кайф. Да. О котором можно только мечтать, что называется. Но его бы еще сатиру накидывать. Ну, хотя он вроде как держится. Сам по себе висит. Никуда не спадает. И вот уже, считайте, практически половина здоровья у местного стража нет. Яд будет, нет? Просто перестал попадать. Ну, ладно, он висит. Нормально. 20-ка. Но висит уже не тот. Висит уже от героя. Ну-ка, яд накинь свой. Не хочет. Смотрите, какой вредный. А сколько у тебя точность на яд? 47. Ну, вообще-то за столько раундов. Раундов 5, наверное, он не может яд привесить. Мог бы, конечно, и... Да, вот-вот-вот так сделать. Хотелось бы, что называется. Тут же у нас сейчас еще... Тварь. Куча опыта получит. Ну, точнее, получить-то получит. Но тут столько надо. Инкуб уровень получит, судя по всему. Герой вряд ли. Этот тоже вряд ли. Ну, и понятно, изверх получит уровень. Это тоже понятно. Изверх уровень получает... Мне кажется, при любых раскладах, в любой день недели... Независимо от внешних обстоятельств и факторов. Ну, мне нравится так столицу брать. А что? Немножко эликсировал, да? Чтобы набафать точности и брони. И считайте, что с инкубом вообще никаких проблем и сложностей. Мне писали в комментах, что я упустил шанс на то, чтобы развалить столицу, когда у меня был бетризен в обличии утра. Ну, в общем, упустил и упустил. Че бухтеть. Зато с инкубом пошли дела на лад. Так. Действительно, получаемый уровень. 2 500. 2 500. Я говорил, да не, ну как мы прокачаем этого-то, ну, последнего демона. Ну, как мы прокачаем? Ну, как? Через забор столиц. Ну, и тут-то, кстати, и героя мы качнем. Без проблем. Поздравляем, вы завоевали расу империи. Отлично! Куча маны. Гномской только не дали. Ну, что называется, чем богато. Быстрота. Сила. Молния. Ну, в общем, исцеление. Ясно. Магический доспех. Ясно. Святая сила. Это что такое? Точность. Прекрасно. Ну, и все, да? И ребята, типа, стоят, чилят теперь. Правильно же я понимаю? Вроде как они и не должны теперь на нас агрессировать. А мы можем спокойненько лететь все дальше. Исследовать, изучать. Вот это вот все. Или будут они что-то делать? Ну, вроде как не должны после того, как им наваляли. Вроде бы они должны стоять, чилить и радоваться. Так, теперь дьявол. Наверное, ага, должны мы сюда идти. Да, но непонятно. Тут гномчик бежит. Кстати, раз у нас наш демон получит скоро уровень, нам бы нужно озаботиться постановкой темницы, чтобы можно было призвать Тиамата. Но есть маленькая проблема. Темница стоит 4,5 тысячи золота. Ну, то есть забыли, да, темница? Перенесли ее куда-то у себя в голове, в очень отдаленное будущее. Ну, поехали. В общем, ход провели не зря. О, о, ангел на нас нападает. Серьезно? Так, а бьешь ты куда, ангел? По ближайшей цели. Ну, мы тут просто же встаем в защиту тогда, получается. Ага. Да. Неплохо, неплохо. Сейчас-то мы и докачаемся. Есть у меня такое ощущение. Что сейчас-то все и будет. Ну, демон на самом деле вот этот не производит какого-то впечатления большого в силу того, что он ходит последним. Да, ну, в общем, с каким-то шансом тягается с ребятами, которые держат под контролем всех, да, с призраками и так далее. С инкубами в скорость. Единственное, с кем он может тягаться. Зато толстый, может принимать много урона. 420 здоровья. В общем, спорный, как по мне, юнит. Слушайте, ангелы прямо на нас, да, тут нападают. Не тебе. 92, надо бы его подлечить, наверное, что-то мне подсказывает. Героям-то. Отдать скляночку, а то если еще будет нападение, он может и отъехать, как-то невзначай. Не предупредив нас. Сатир не докачался, 4 опыта не хватило, зверюги. А тут же еще ангел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 93. В следующем, кстати, в следующий раз-то он и отъедет. На самом деле, еще один ангел нападет. Ну, как бы это и не страшно. Мы его потом воскресим, да и все. Ну, просто я думал, что... После того, как мы забрали столицу, у нас вообще подобных проблем быть не должно. Но, как показывает практика, некоторые проблемки имеют место быть. Ладно. Не должны они стать критичными. У нас есть изверх, который качается и качается, качается и качается. И герою, кстати, осталось чуть-чуть, да. В следующий раз он... Вот тут сейчас герой лапнется. То есть сейчас отъедет демон. Мы его сможем поднять, будто бы ты бутыльком. Чтобы он с какими-то жизнями уже зашел в день завтрашний. Как-то так. План-капкан. Мне нравится. Надеюсь, вам тоже. Так, ты отъехал. Тут поднимаем. Воскрешаем. Ну и все. Минус ангелы. Плюс уровень у героя мы максимального уровня достигли. Отлично. Все же. Все ведь, да. Так, паренек куда-то собрался. Ага, ага, вон ребята. Вон они бегают. Ну мы пойдем сейчас в столицу их поломаем. И будем рассчитывать, что все у нас будет хорошо. Так, ну что же. Мы дошли до... Моментом выбора нового умения у нашего героя, который получил очередной уровень. Ну смотрим, что есть. Магические книги. Может еще дальность. Давайте еще дальность ему возьмем. Да и все. 92. 92. Друзья мои. Это же просто жесть какая-то. Демон тут себя прекрасно чувствует. Ну в том плане, что лечится потихонечку полигонечку. Нам бы конечно его отличить так, чтобы прям он по полной программе. Дам. Вылечился. Было бы неплохо на самом деле. И здесь бежит вот такой вот дядька. Которого надо победить. Конечно же, а что он бегает? Ну простенький самый. Успеем мы его победить-то вообще? Он будет биться. Хорошо. Вот это я понимаю. Суровый. Паренек. Кстати, я неправильно ударил. Бить надо было именно сюда. Сейчас он нам еще раз накинет по берсерку. Так еще и в своем истинном обличии. Ясно. Мне кстати писали в комментариях, что у ведьмы превращение спадает вот перед ходом. И выглядит это как-то крайне странно. А там есть другое создание, которое держится дольше. Несколько ходов. Не помню, как юнитом называли. А Дамьен, наш дьявол, получает уровень. Что прекрасно. В общем, подконтролили здесь. Не дали врагу занять нашу территорию. Здесь давайте заберем руднички. Опять-таки. Из того, что нужно сделать. Ну, а нашим основным героям, пока мы здесь просто кружим по окрестностям. Если даем какую-то разведку, ну, вообще-то я бы, конечно, отличил бы нашего демона. Потратил на это, наверное, последние деньги. О, как он четко успел. В город залезем просто, чтобы по нам никакими молниями не бахали. Плюс на родной земле. Идут на ютубах в комментах такие серьезные споры на тему, высшее лечение на родной земле или нет. Но это просто проверить. На самом деле. Просто я не хочу заморачиваться там, тратить на это время. Вот. Ну, в общем, бытует обе версии. Не могу назвать какую-то одну из них доминирующей. В общем, нам надо идти к столице гномов и все там разносить. Да, и ворому, который у нас стоит рядом с башней магии, надо упереть. Там еще есть у нас второй ход. Ну, и здесь тоже, наверное, ориентирование Дамьену мы берем. Чтобы он мог подальше перемещаться по карте приключений. Так, ты. Ну-ка. Быстрота. Нет, песня скорости. Ну, в общем, суть ясна. Да, с песней скорости мы не справились. Ой, лечение этого монстра стоит. Ну, стоит. Надо это делать. Нельзя идти на столицу с битым монстром. Битый монстр нам не помощник. Ну, и сюда мы выдергиваемся по контре тех гномников, которые бегут. И плюс прийти таки к столице. Угу. Убегать ишь он хочет. Конечно, ходы у нас кончились. Он на выход собрался. Ну, и качаются только у нас двое. Это занятно. Ладно. Ну, не расстраивайся. Так, прям, ноу. Прям скажешь тоже. Ну, что, вора, наймем еще одного. В общем, уже надо смириться с тем, что если мы грейты поставим... Ну, надо поставить грейт в этой серии, посмотреть на демона, на Тиамата. Я очень сомневаюсь, что я пойду в Тиамата в какой-то другой карте, в каком-то другом сценарии этой компании. Поэтому сейчас можно спустить всю наличность на успешную реализацию нашего плана или неуспешную. Какой будет четвертый, да? Четвертая попытка с вероятностью 60% опереть заклинание. Ну, что ж. Бывает такое. Ясно. Минус 800. Денежек. Ну, мы не будем расстраиваться. Что ж теперь? Минус 800 и минус 800. Нам нужно найти столицу. Правильно? Правильно. Ух ты их тут, елки. А может вот тут она, кстати говоря, вообще? Откуда они бегут? Где-то здесь. Надо записаться. Что мне еще писали интересного в комментариях? Что очень неплохо заходит заклинание, которое делает героя невидимым и позволяет ему таким образом не получать урон от вражеских заклинаний. С этим сложно, не согласится. Ну, давайте мы сначала здесь проверим, посмотрим. Нет, вот она все-таки столица. Рун фанк. Рун фанк. Так и запишем. Нужно нам что? Обкастовываться опять, да? Ну, нам нужен, кстати, бутылка нам еще одна нужна. Хотя жизни стало больше. Стоп. Может быть, хватит. Давайте мы сохранимся. Вот, может быть, кстати, прям хватит. Тютелька в тютельку там. Останется совсем немножко хп. Но еще вопрос, кто там помимо стражей есть? Что-то я это, подзавтыкал в тот момент, что нам нужна еще и бутылка. Ладно, сейчас проверим. Хотелось бы, да, так сразу сломать и уже спокойно разбираться с картой, когда тебя ничего, в общем-то, не обременяет. В этом смысле. Так, где наш Дамьен? Бездельник, ну-ка давай. Ты мозги свои продуй и почательней колдуй. Страж столицы оказалось не такой уж и балдуй. Позволил я себе весьма вольно обойтись с поэзией Леонида Филатова. Так, это все неплохо, но стоп, а у меня же десяточки-то нету больше. Не, короче, нет. Загружаемся. Надо было сначала вспомнить, чем мы располагаем, да, какие у нас есть возможности по части бафа брони, а потом уже заниматься подобными кастованиями. Так, стоп. У нас, по-моему, вот здесь были пузырьки такие или не были? Были, не были. Не-а, не было тут ничего. Хм. А больше торговцев тоже не было. Так, то есть получается у нас... Нет, ну 30 мало брони. Тридцатка она не затанкует просто. Тридцатка нам не подходит. Вот ведь, а. А может еще где есть? Ну, может в каком-нибудь сундучке лежит, да. Тридцатки точно не хватит. Там сколько? 250 урона. И у нас только 20%. Единственное, что подождите, у нас есть свиток же, да, который дает брони двадцатку. Но это же он и есть, правильно? Это святая броня, я так полагаю. И есть посох. Вот плохо не пишут, какое заклинание он колдует. Или он колдует... Ну, похоже, по стоимости, что это святая броня. Ну, давайте мы, кстати, опять же, если что, загрузимся, посмотрим. Мало ли, посох колдует просто 20 брони, не привязанной ни к какому заклинанию. Я чуть сомневаюсь, если честно. Но нет, то же самое, да. То же самое. Так. Но, стоп. У нас же может тут быть в теории... Заклинание, которое как раз дает десятку брони. Может же такое быть? Может. Надо проверить. Ну, вот он, ледяной щит. А если так, все-таки попробовать? Мне почему-то кажется, что 40 должно хватить на этот раз, да? И хп полный у инкуба, и левелапнулся инкуб. Давайте, благословение. Вот оно. И пойдем метать бисер. Да, и еще дадим пузырек же вот такой. Чтобы было 99, да? Все равно так маловато, нам не хватает. Вот. Вот так. 40 брони. Ну, давай, инкуб, терпи, как ни в себя. Как никогда не терпел. Ну, отлично. Получается прекрасно. Урон 300. 300? Согласен. Каждому согласен. А мы так. Оп. Минус гномик. Ну, и все. Ну, и тут потихонечку, полигонечку начинаем творить всякую дичь. Ой, как хорошо. Похоже, должно все получиться. Святая броня, это, кстати, и есть магия именно людей, а не гномов. Плюс двадцатка, это именно что? Человеческий каст. А от гномов у нас он и был, ледяной щит, да? О котором и шла речь. Ну, и все. И, по идее, сейчас мы должны накинуть вот сюда яд, чтобы все пошло побыстрее. Накинем яд? Не, не будем. Сразу не будем. Сразу неинтересно, чтобы все шло побыстрее. Пусть, мол, идет медленнее. Понимаю. Ну, главное, чтобы инкуб не промахивался. Все остальное уже не так важно. Так или иначе, мы его здесь заковыряем. Ну, приятно, конечно, когда по шестьдесят девять урона ядом залетает. Это смотрится очень позитивно. Музон-то какой. Бодрый. Так вот, кстати, на мужика похож, да? А так я бы сказал, что на тетку. Ну, то есть, есть определенные моменты, которые выдают гендерную принадлежность. Хотя у демонов же не разберешься там. Я бы не стал так уповать на подобные элементы внешнего вида. Кто там к какому гендеру относится, это пусть они сами решают. Кто мы такие, чтобы демонам гендеры навязывать? Так. Изверг. Ну-ка, яд. Вот. Построже с тобой надо, да? Когда расслабляешься, уже начинается вот этот. Не хочу, не буду. Какой яд? Да я не это имел в виду. Ну, все. Еще пару ходов и... От столицы горных кланов останутся воспоминания. Хорошо. Хорошо. Враг уничтожен. И? Не захотели нам показывать почему-то количество опыта? Не понял почему. Ну, может, глюк какой-нибудь. Слушай, слушайте, нормально, да, гномы так поднакопили? Прям я бы сказал, молодцы. Мощь Витара. Урон в бою. Снежная буря. Ну, это понятно. Это заклинание. Призывание рух. Гимн кланов. Инициатива. Ледяной столб. Исцеление. Валькирия. Ну и все. Так, чего? Будете вы биться или вы теперь стоите и радуетесь жизнью? Разглядывая, не знаю, небеса. Наблюдая за движениями стихий. Стихий. Светил. И все такое прочее. Смотрим. То есть, нет, то есть, бегают. То есть, надо еще поконтрить тех, кто остался. Смотрите, прям напрыгивают на тех, кого видят на карте. Вот это вот все. Еще и на нас напрыгивают. Серьезно? Так, ладно. Боевой молот, говоришь. 75 брони. Инициатива 40. Инициатива 50. Инициатива 10. Здесь сколько жизней есть? 250. Ну, в защиту надо, наверное, им вставать. Да и все. Этим можно бить. Ну, будут в инкубы стрелять. Но инкуб несколько таких боевок переживет. А, инкуб только что уровень левелапнул. Угу. Пошли дела кое-как. Будут еще желающие. Не, не будет. Отлично. Нам бы тут порегенерировать. Спокойно так. Не торопясь. Получаю удовольствие от этого процесса. Вермуду убираем. А то сейчас на нее как нападут. Как вот этот вот суровый бородач предъявит свои права на ближайшие рудники. Так, теперь мы можем хоть обкастоваться второй ход, кстати говоря. Надо только... Сделать так, чтобы песня скорости оказалась у нас. Оказалось. Замечательно. Ну что, отлавливать всех этих ребят. С одной стороны и не хочется. С другой стороны, наверное, надо. Есть, кстати, лавка. Вот тут, где были эликсиры коры дуба. Ну, кто бы знал, да, что тут лавка. Еще что-то такое прочее. Людоед есть. Мне, кстати говоря, писали, что перед нападением на юнита снимать сапоги на скорость меньше будет отниматься очков передвижения. Потом надевать. И, в общем, будут очки передвижения появляться, ну, как бы дополнительные. В общем, хитрая схема. Мне, как бы, смысл примерно понятен. Вот, смотрите, 21 очко, да, осталось. А мы сапоги надели. И все равно 21. Ага, значит, мне смысл не понятен. Ну, ладно. Зато людоеда у контрапупеля. Мелочь приятна. Ну, что? Теперь мы должны... ...спокойно гномиков перебить. Они просто будут на меня нападать, похоже, да? Посмотрели они на все это дело и такие говорят. Будем нападать. Будем бить. Надо, кстати, исцелением воспользоваться-то, да? Что-то я... Что я туплю-то? У меня его два. У меня есть гномская. Есть не гномская. Какое хорошеесть. О, промахнулась. Ну, правильно, промахнулась. Сейчас поменьше у нас этого... ...точности-то. Как раз там у нее здоровья немного. Поэтому должны мы справляться с этими исцелениями хорошо. Должны отлечиваться. Сколько у нас здоровья. Сейчас посмотрим, что тут Бетризен имеет нам сказать. Вперед, демоны! Мы устали от нескончаемых мелких стычек. Сокрошуете их всех одним стремительным ударом. Ты давай мне тут это... Не рассказывай сказки. Так, надо лечить. Поскольку... Что? Поскольку... ...плохо себя чувствует. Так, вот у нас исцеление такое, исцеление такое. Стоит 200 жизней. Ну, 200 мана жизни или, соответственно, рун. Мана рун. И плюс 60 мы сделали. Да, вот так гораздо лучше. Теперь, внимание, вопрос. Ну, чтобы спокойно порыться вот здесь. Нам гномиков-то надо перебить, конечно же. Угу. Бежит. Вот такой товарищ. Ну, давай. То есть, убегать он не будет, я так понимаю, да? Угу. Поскольку у нас еще есть ходы. Угу. Ну, есть, да. При таком раскладе некоторые проблемки с... Тем, как чувствует себя... Наш инкуб. Ну, ладно. Постараемся ее не залить нигде. Город забрать там и воскресить. Если что. Ну, и вообще стереть... Черные пятна с карты, да? Чертоги Танцена. Нужно нам было его завоевывать? Да. Ну, то есть, вот Малорина и Чертоги Танцена. А мы не долетели. И сейчас как получим по щам? А чтобы не получить по щам, нам нужно что? Нам нужно подготовиться. Сокрытие изучить. Много маны. Мне не нужно просто сейчас получать урон какой-то. Слушайте, и на нас же так они не будут нападать. Они же нас не будут видеть, пока мы действия не совершим. А-а-а. Ну, прикольно, кстати. Инкуб отлечится. Так, ладно. Ну, и мы параллельно копим. Сколько там? Четыре с половиной тысячи. Сколько там надо было? В общем, много нам было надо, и мы копим. Параллельно занимаемся накоплением. Этого количества золота. Правда, долго мы будем копить. Ну, тут уж как есть. Смотрите, когда у них... Они лишились столицы, они начинают нападать просто на все отряды, да, на ближайшие. Такое ощущение. А я не понял, а этот паренек может захватить город? Ничего себе. Жестко. Ну, правда, он просто его забрал, да, покрасил. Пытается улизнуть после этого. В общем, не важно. Давайте тут быстрый бой. Старейшина. Как? Как это может быть? Танцен! Танцен могучий! Пал! Что это за грязное колдовство? Так, напрягся. Напрягся, чувак. Ну, можно понять. Так, а мы можем же, да, вот сюда поспеть. Чтобы как-то... Поближе быть. Слушайте, ну, тут город-то забирать нельзя, а то миссия у нас закончится. А, мы и не долетим. Давайте денечек, наверное, посидим, спокойно полечимся. Думаю, что норм. Поскольку мы никуда не торопимся. Ну, и тут тоже просто на быстром бою. Берсерки готовы переродиться. Следующего милишника. Ну, мы не тратим деньги. Берсерков надо вообще в развитии остановить. И все у них будет хорошо. Звучит, конечно, так себе, да? Остановить берсерков в развитии. Ну, шо это? Ну, так или иначе. Как бы это ни звучало, а сделаем мы именно это. 92 очка передвижения. Кайф. Как ни крути. Ну, что? Просто погнали все чистить. Ну, наверное, нас прежде всего интересуют вот эти вот, да, штуки. Которые здесь. А, через пучка. Ну, кстати говоря, я-то и не возражаю. Что мы на паука нападем. Надо все-таки, наверное, разобраться с вот этой историей, которую нам описывали. По поводу снятия сапог и... Обратного экипирования им героя. Кстати говоря, то, что ударил в демона, это прям отлично. Ну, потому что... Там хорошая регенерация у него, и быстрее он восстановится, да и все. Так. Это ладно. С этим все. Сколько? 4,5 тысячи же, да? Ой, какая же жесть. Ну, и нам надо будет в будущем вот одного из этих демонов посмотреть. Ну, у нас еще есть миссии. Я думаю, что через демона мы сыграем. Вообще, мне набор войск вот не демона, а горгулю, да, вместо демона. С извергом нравится, наверное, больше всего. Вот такой, как сейчас, только демона поменять на униксовую горгулю. Ну, мы такое видели уже пару раз. Вроде как мы играли через такую связку. Поэтому... Давайте сейчас будем действовать так, как действуем. Так, здесь кто нас ждет? Скелет, в общем, милишники. Просто летим и разносим. Этому вообще не дадим походить. Чтобы не питал каких-то иллюзий. Так, а ты чем бьешь? Оружием. Угу. Оружием это не серьезно. Можно было бы чем-нибудь этаким. Так, лорд тьмы призрак. А сюда не может, да, наша земля перекинуться, переползти. Тут вроде есть такая узенькая перемычка. Но, по ощущениям, она остановилась, где остановилась. Ну, распространение ареала влияния легионов. Ну, вот они гномики, да, тут беснуются. Пока мы недалеко над, наверное, с ними подразобраться, да. Пока мы далеко не улетели. А то они сейчас тут города будут отымать. Тут героя, конечно, уже нет. Он вряд ли что-то будет отымать. Ну, то есть, смотрите. Так, у нас 66. Не, подождите. Нам нужно подбежать. Как вот, ну, мне писали, что нужно снять перед битвой, после битвы. Заново обуть. Ну, надо, наверное, с тем условием это делать, что у нас больше очков движения остается, да, а не как сейчас. Ладно. У меня в голове что-то крутится, но я боюсь, что я сейчас это не объясню. Более-менее здраво. Так, ты что делаешь? А сколько осколок льда понизит инициативу? Ну, такой хороший отрядик-то. А бьешь ты сколько? 88. Задние ряды ты не пробьешь. Правильно? Ну, давай хоть кого-то убивать, кого можем. Ну, и тут терпеть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В этом смысле? Ага. Ничего себе я напал на ребятушек. Это я что-то погорячился, да, так? С наскоку-то. Жестко. Это прям жестко. Сатиру только норм. Он просто качается дальше, да и все. А вот всем остальным больно. Эликсир Ловкости, Прикосновение Мортис, Рубин, Призвание Гнилостного Дракона и все. Ой, нам бы теперь как-то воскресить. Ну, в столицу забежать, да? Воскресить в столицу за деньги. Деньги нужны. А воскрешалок нам не дали. Ну, это, наверное, последний такой герой. Прям мощный. А может и нет. С чего я взял прям, что обязательно последний. Может и не последний. Ну, так или иначе, нам нужно было его добивать. Отлично! Вот за что я вас благодарю. Сюда. Можем мы тебя? Надо, наверное, было сначала напасть, а потом эликсир пить. А, не, нормально. В 500. Просто 500. На, говорит тебе, на 43. У нас мороз-то свалится или нет? Ага, свалится. Свалился мороз, проверяйте. Ну, благо мы были рядом со столицей. Так, ладно. Здесь тогда мы посидим. Наверное, так, да? Не будем ничего дополнительно делать. Колдовать же они не могут. По идее, когда столицы у них нет, оттуда же исходит такая центральная воля, которая направляет заклинания и все такое прочее. Ну, то есть, теоретически так, практически, кто бы знал. Что нам еще нужно делать? Вот ты, мил человек. Хотя, не, ну, надо, да, именно его тащить сюда. Так-то у нас есть кое-чего уже на продажу. И нам можно, кстати говоря, сапожки. Ну, да, зачем нам сапожки? А, ну, он был, он же откинулся, да, надо было сначала все надеть. Вот эту штуку мы с собой берем. Она, по-моему, очень дорогая. Все остальные свитки, все вот это можно продавать, потому как города мы и так отстроим. Правильно? Ну, точнее, захватим. А хочется на тебя мат это поглядеть. Так что, все вот это мы защита от воздуха. В общем, можно это продавать. Ну, вот эти, пожалуй, склянки оставим. А вот это все у него, что накоплено, это что такое? Инициатива, да? Эликсир ловкости. Это все на продажу. Пошло здесь. Пока регенерирую, пока ты. Доберешься до интересующего нас участка карты. Где очень вольготно расположились создания нежити. Ну, и все. Никто по карте не бегает. Прямо кайф какой-то. Гораздо лучше, чем когда кто-то мельтешит туда-сюда, что-то хочет. можно, конечно, покастовать всякие штуки типа как это называется. А мы вот тут можем еще. а вот так но тут есть некоторые до преградки на пути пока ставать всякие штуки типа как они назывались там фантомы гонщик да и сделать разведку в темных местах карты но мне жалко время тратить ночной кошмар отдайте нам мальчишку мортис послала нас чтобы забрать его дима новых мальчишка для чего он нужен мертвым все это время вы преследовали нас чтобы захватить нашего вождя это безумие вам никогда не победить его нам нужен мальчишка этого достаточно вы же сейчас же вы готовы сражаться за его жизнь или вы станете спасать себя мы станем спасать себя в скобочках нет ну и опять же мы можем же здесь сейчас кинуть заклинания ну во первых мы можем подраться еще дам это ночной кошмар этот чувак который бьет по всем у них такой призыв есть это и главный сам он которого могут легионы призвать но к чему нам такие проблемы нам же нужно собрать всякие интересные штуковины на карте правильно они от отъехать тут ну мы не отъедем но я имею ввиду сейчас инкубу убьют но вот то есть это вот морока какая-то ненужная поэтому мы сокрытие делаем заодно протестируем его в боевых условиях а то есть сокрытие не сокрытие видал он понимаю ладно ладненько ну да он угроза то он нам не представляет но просто хотел я сказать и нанес серьезный урон здоровью инкуба взяла и он отличилась молодец вот теперь тебя хвалю я вот теперь тебя люблю я 3317 у нас есть и погнали продавать всякие слушайте о чем мы возьмем с собой ну наверное вот это можно все продавать почему потому что у нас же есть четыре предмета которые мы используем до которые на нас надеты есть талисман который куда дороже этих посохов но мне так помнится на самом деле поэтому вот это все мы просто про до ем и как раз можем поставить great которого нам не хватало а именно темницу отлично ух неужели мы сделали это осилили может сюда сначала великану ну вот вон еще всякие штуковины до на руины не исследованы и вон еще сундучок серьезные ребятушки а ты ходить будешь первые или нет но у нас хороший шанс что обгонит хоть мы обгоним хоть кем-то медузу или одним или вторым ага отлично ну и все и тут можно уже через автобой ну и вот он он тиамат ну выглядит я бы сказал скорее нелепо чем страшно не ну понятно что из такого ночью встретить да и днем ты обделаешься это ясно ну как то вот какая то ну не знаю комичная что ли где-то внешность в общем такая тварь темат прикованная к адскому трону бетризена получает свободу только когда безумство ее повелителя поглощает последний искра его разума 100 урона по всему полю боя и 80 процентов накинуть уменьшение урона на врага 400 золото сфера и ящера ясно так вампир до который больно дерется но мы имеем право сейчас бить по моим всех без разбора без предварительной подготовки чтобы дополнительные уроны не получать вот это уберем да с теми мы и так как бы не справлялись бы сразу так тут минус этот товарищ ну я имею ввиду что вампир нам и так нанесет его в любом случае и вот эти ребята наносили бы в любом случае вот это да я кстати не помню видел я тему от или нет в реальности то есть играл ли я когда-то через нее или не доводилось ну так или иначе сейчас такой трогательный и волнительный опыт получен ну что сделаем давайте как-то так совместными усилиями чтобы не зря я сюда пришел чтобы было тут что-нибудь интересненькое да в этих сундучках и коробочках оккультист твари неужели вы еще не поняли что вам не победить ваша нечистая кровь напоит эту землю конечно какой прям лишь угрожает на папа он и благо благо все закончилось хорошо и походили нужные ребята так ну тут можно наверно так сделать не особенно рискуем широко человек ящер расстроился городок у них отжали конечно расстроишься тут да вот вот именно оккультист дракон рока дать посидим полечимся рашу мы решили никуда не торопиться никуда не спешить просто посидим полечимся сундучки все соберем в итоге то этот все тут минус ты да но тут в общем понятно что с таким ультимативным или около ультимативным составом армии при игре за демонов и как бы можешь чувствуете а очень спокойно да и почти все боевки ну скажем так много боевок проводить в таком режиме в режиме когда ты просто жмешь автобой здесь есть вот эта тварь которая будет час нас обижать до продолжать до упыри конечно мерзкие чего не скажешь зомбика на этот раз не пробили а мы-то будем кем-нибудь ходить нет может как-нибудь ну там по-братски просто походим урон понизили кстати сколько ну на треть до получается на третий урон понижен давай тебя мы заберем и заберем всех оставшихся очередной уже не помню какой лэвэл ап 15 а какого уровня он у нас был на прошлой карте кто помнит в общем и тогда и сейчас выглядит жутковато когда выглядела сейчас тоже выглядит так здесь у нас великан целебная мазь на 200 можно обтираться сложные моменты прохождение ну тут опять же браслет из черепов предводитель снаряжения которого находится этот артефакт получает на 20 процентов меньше урона от атак а это на 15 дам а может мне вот мечта вот это не нужен ну дает он какой-то там двадцатку ядом но наверное это менее интересно чем броню сделать 65 я думаю так слушать я думаю что именно такой вариант нам интересен ну и тут погнали сундуки соберем и уже просто заберем поставшие оставшиеся города перейдем следующую миссию серию на этом закончим кстати по хронометражу она вроде как получается очень даже гармоничный то есть вот этот сундук один свиток каменного дождя понятно больше ничего еще есть сумочка мы скелета пробили а сумочка осталась эликсир защиты ясно биться с кем-то здесь дополнительно да вот стоит какие-то ребята смысл не вижу почему ну а зачем кого кого я хочу прокачать вроде как всех кого я хотел прокачать я уже прокачал так а здесь у вас было сумки какие-то да но кстати вот тут то сумки могут быть интересными советник отсюда можно услышать голоса великанов которые эхо доносит из гор на севере какими же огромными они должны быть ну да настоящие глыбы призывание рух а тут такой анклав зеленокожих до гоблинов которые ведом и вождем они охраняют паука который в свое время охраняет что-то вкусное интересно насколько это вкусное насколько это вкусное вкусное так вот смотрите вот у нас 74 вот по идее вот я хочу хотел объяснить как работает снятие сапог вот если мы сейчас проведем бой с нас снимут 39 очков передвижения а если мы скинем сапоги то с нас снимут 30 а когда мы их вернем на место да то должно стать или нет нет 33 не знаю короче говоря что-то я не понимаю как должно работать сейчас мы посмотрим нам чего-нибудь накинуть сверху или нет у нас 30 одна единица до осталось передвижение нет не понимаю тогда я вообще не понимаю как это должно работать в общем сделаем скидку на то что я не понял что было описано в комментарии да на такую штуку и вот до этого коммента слышал что вот наверное тоже комменты были другие в других в других прохождениях когда туда-сюда сапоги меняются и как-то можно экономить очки передвижения и можно даже вот советниками в частности у которых много очков передвижения проводить по три боя заход но для меня это выглядит как научно-фантастический рассказ лучше вам скажу так ну тут сейчас герой получит еще ядом немножко урона но это все уже не важно так серьезно вот-вот-вот это вот вот это такая охрана была да ясно ну чё сгоняем вот сюда вот сюда посмотреть и на орка натыкаемся даже на двух прежде чем забирать город уж откроем карту до конца интересно сундучки и отбиты награды не собраны нелюбопытные кит наши противники старый дом разграблен здесь лавка торговца может что-нибудь там эдакая из-за чего следовало сюда прийти эликсир железной кожи я не помню у нас такой есть или нет по моему нету то есть у нас сейчас защита 65 а будет 75 серьезно прям вот на полном серьезе да да определенно стоило сюда прийти ну и кстати говоря воин у которого 75 брони арбалетчик да ну это супер танк чем он хуже какой-нибудь горгульки ну и тут в общем уже да ничего интересного не осталось руины столицы гномов в общем нам остается только пойти и завершить данный сценарий очень мне нравится запас ресурс у гномов было много гномы прям ни в чем все не отказывали ну последнюю боевочку давайте наверно проведем так а я убрал же этот дам яд так то бы да вот вот можете мне сказать а вот таял бы я ты арт который накидывает урон ядом и все было бы хорошо все было бы замечательно пишите в комментариях как вам тиамат интересно ваше мнение мне что-то так себе ну вообще что-то большой демон мне здесь не очень нравится посмотрим конечно в следующих сериях на какого-нибудь ну милишника демона но не знаю что-то мне горгулья нравится больше то есть у нас есть арбалетчик у нас есть горгулья и мы можем то есть по заднему ряду наносить какие-то хорошие повреждения вырубать ребят да один арбалетчик ему не хватает урона чтобы вырубать гномов скажем поэтому ну ладно так или иначе мы успешно завершили прохождение этой миссии мы захватили северную границу господин это страна наша задание успешно выполнено северные земли пали под натиском армии битрзена разведчики вернулись неся сообщение об отрядах нежити собирающийся на востоке воодушевленная победой над союзниками армия легионов ринулась на захват владений оживших мертвецов ну и мы переходим на следующий уровень берем нашего предводителя 1 арт 4000 да я помню что он дорогущий как не в себя в общем сапоги которые мы используем ну стоило зачистить наверное карту да мы получили артефакт который мы поставили вот такой наборчик да хотелось бы знамя найти на 20 процентов защиты но пока довольствуемся тем что есть ну ну как-то так да с таким героем кстати прокачиваться будет вот с таким не с таким с таким героем прокачиваться будет приятно определенно кача будет куда как проще проходить урон он теперь в себя впитать может ой как много ну погнали узнаем что там за следующая миссия и будем серию завершать огромная армия живых мертвецов собиралась на востоке они искали дьявольское дитя не скрывая цели своих поисков бесчисленные колонны спотыкающихся тел поднимались из своих неглубоких могил их мертвые глаза наблюдали за полями и долинами убивая каждого кто осмелился приблизиться к ним желая избавить себя от этой угрозы бетрезен подготовил ловушку он хотел заманить орды нежити в узкий проход в горах лариник где совместные силы астарота и легионов уже поджидали их ведя свои войска навстречу судьбоносной битве бетрезен казался довольным оставляя за собой пылающие земли он чувствовал себя неуязвимым а мы же астарота того у контрапупили а нет он же куда-то еда исчез куда-то он ушел чет нам писали такое то есть не до конца не добили моего а теперь он опять за нас до чудных дела ваши демона чудный прям даже сложно уследить за всеми поворотами и хитросплетениями ваших интриг и заговоров ну что же миссия засада советник наши разведчики обыскали в поисках нежити все вокруг но их нигде нет бетрезен то что на этих землях нет нежити очевидно что это значит повелитель бетрезен разве мы здесь не для того чтобы устроить на них засаду я не бетрезен не бетрезен но вы ведете себя как бетрезен ты скоро поймешь астарот уничтожить их мелких демонов они нам больше не понадобятся не так ли да мы будем править вместе они не смогут противостоять нам уничтожить повелителя демонов астарота дьявол преисподней младшие демоны вы не нужны нам что происходит кто не понимает вообще что творится мы защищаем бетрезена нашего истинного повелителя вы заплатите ему за свое предательство короче говоря отчет совсем не разобрался кто он за нас кто за них можно прокликать да понять но если играли это ясно окей есть демон типа младшие демоны астарот опять нас кинул так что ли получается типа он с тем кто выдавал себя за бетрезена непонятно с кем в общем скандалы интриги расследования подробности в следующей серии я запутался окончательно дальше будем разбираться вместе за всем позвольте откланяться это был антиквар жду от вас активности оставляйте комментарии делитесь своими эмоциями впечатлениями огромное спасибо всем тем людям которые оказывают поддержку моим каналом роликом и стримом всем удачи и до встречи пока